Всем доброго времени суток! Меня зовут Алексей, это канал Практик. Сегодня давайте поговорим, стоит ли покупать Mi Band 6. Он вышел здесь недавно, на днях, и я задумался, буду ли я его покупать. Дело в том, что последний Mi Band 5, он действительно обосрался, это полное говно. Я не знаю, вот я смотрел топовых блогеров, которые говорили, что действительно такой классный браслет. Вот он, кстати, у меня на руке, это же 5. Такой классный, такой здоровский, берите, не пожалеете, но он оказался говнищем полным. Сейчас я объясню, почему. Помните, если вы фанат Xiaomi Mi Band, которые выходили, первый, давайте вспомним первый. Обычно такой браслетик без всего, без циферблатов, классный, с душой. Вышел второй, второй уже был с цифрами, с такой оригинальной кнопочкой, плоский, тоже неплохой. Уже, да, отличался, то есть модели были совершенно разные. Концепция отличалась, отличался внешний вид. Выходит третий Mi Band. Уже утопленная кнопочка, также циферблат, погода, то есть совершенно другая модель. Они, каждая модель выходила с душой, она отличалась, то есть это была отдельная ветка. Дальше выходит четвертый Mi Band. Вот этот, четвертый Mi Band. Он совершенно отличается, он уже с цветным дисплеем. Куча функций, держит месяц, ребята, представляете, месяц держит. Выходит четвертый Mi Band. Что происходит дальше? Люди начинают ждать пятый. Пятый, они постоянно ждут какие-то инсайдерские сбросы, происходят в сеть. Что будет в пятом, никто не знает. Выходит пятый, начинают блогеры петь, какой классный. Я покупаю полное говно, ребят. Полное говно, разочаровянное. Ну что это такое? У него нет души, он такой же, как и четвертый. Вы посмотрите. Я бы его назвал не пятый, честно сказать. А я бы назвал его 4SE. 4SE. Ребята, ребята, все омни. Вы меня слышите, выпускайте. Не надо, не надо вносить исправление. Я посмотрел, что выходит в шестом. Это SE2. Блядь, извините за мак. Это четвертый браслет SE2. Он на вид точно такой же функционал. Ну что, знаете, в чем здесь разница в этом функционале? Здесь добавились месячные. Экран чуть стало побольше. Больше тренировок. Добавились какие-то паи или что-то пои. Я не знаю. Я вначале думал, паи какие-то добавились. Но оказалось, это индекс активности. Как он считается? Хрен его пойми. То 2, то 5, то 50. Что это значит? Дальше. Стресс. Стресс. Ну, я не знаю. Показывать вам, не показывать стресс. Я не знаю, зачем он вообще нужен. Я не знаю, когда у меня стресс или что. Или вот, вы думаете, сейчас я вот как бы, ну, так играю. Он импульсивный? Нет, ребят, действительно, у меня этот браслет очень расстроил. Стресс. Ну, давайте я покажу. Сегодня стресс. Ну, как там. Практически не было незначительное. То есть, у меня там все зелененькое, мне все видно, да, стресс. Отлично. Ну и нафиг он мне нужен. Зачем? Его не было в четвертом. Четвертый браслет. А я с ним ходил месяц, месяц. При полном функционале включено. Это мониторинг сна, это и движения, калории, шаги. И все было в этом. Стресс, паи, что-то тут еще, я не знаю, добавилось в итоге. Он здесь, вот даже, посмотрите, вот у меня. Постоянно здесь зарядка. Вот почему от этого зарядки здесь нету. Только потому, что его заряжать раз в месяц. А это раз в неделю заряжается. Хотя, говорят, что раз в 10 дней. 10 дней каких? Марсианских, наверное. Ну, давайте. Ладно, это говнище шестой появился. Что у нас в шестом? А в шестом они монитор сделали еще больше. Они добавили еще немножко занятий. До 30 их подняли. И датчик кислорода. Вот это действительно классная штука, которую ожидали все, наверное, в пятом Mi Band. Но он только выходит в шестом. Не знаю, будет ли оно говнищем. Нет, но у меня вероятность 80%, что это такой же хлам, как и пятый. Почему пятый хлам? Почему я его ругаю? Во-первых, держит он меньше. Во-вторых, он тормозит. Он жутко тормозной. Я не знаю. Четвертый классенько. Я нажал, все работает. Все четенько. Раз, раз. Сенсор срабатывает. Ну, замечательно. Этот я нажимаю. Он через раз. Через раз. А сейчас вроде нормально. Ну, шняга полная какая-то. Я не знаю. Они бы лучше нутро поменяли. Ну, я не знаю. Что бы я им хотел предложить? Я бы им хотел предложить пятое. Переименовать в 4 SE. Шестое переименовать в SE 2. И выпустить совершенно другую модель. Давайте выпустим ее прямоугольную. Или какую-то капельку. Или еще что-то сделать. Но с индивидуальностью. Чтобы они были все индивидуальные. Первая. Без циферблата. Ну, вернее, без экрана. Вторая. Такое с оригинальным. Третья. Четвертая. Пятая. Квадратная. Шестая. Выпускайте в модели до сих пор. Ну, пусть у вас будут разные. Ну, чего вы здесь дополняете? Ребята, не улучшайте. Вы только ухудшаете. Говнище получается. Еще то. Я не знаю. Но я, если я возьму шестой Xiaomi, то только из-за того, что там есть кислород. Хотя, блин, я купил уже датчик. Из-за того, что отчаялся, короче, купил датчик. Раньше эти браслеты были не на высоте. Они ценились дешево. И могли конкурировать с дорогими браслетами. Но теперь даже Amazfit Band 5 это обгоняет. Не говорю уже, а Band 5 от Huawei. Те уже давно впереди улетели. У них, по-моему, в четвертом даже уже был датчик кислорода. Здесь появился только шестой. Ну и смысл. Три года уже прошло. Ребята, очухайтесь вы, наконец. Сделайте, ну, какой-то, я не знаю, что-то необычное. Вас же за этой любили. В общем, вот такой обзор на еще не существует. Ну, вернее, он уже существующий. Он вышел, но на тот браслет, которого у меня нет. Куплю, я его могу купить. В принципе, я думаю, что, ну, это процентов 50 на 50, что я его куплю. Куплю только по двум причинам. Посмотреть, поменяли ли они железо. Начали он работать быстрее и меньше тормозить. И из-за датчика кислорода. Все, других у меня просто причин покупать его я не вижу. Ребята, можете ругать меня. Можете со мной согласиться. Я жду вас в комментариях. Но вот такой у меня обзор на Mi Band 6, которого у меня еще нет. Пришлете мне, я сделаю полный обзор. Не это вот то, что там все хвалят. Ой, смотрите, какой красивый, берите. Нет. Сделаю все правильно, как вы любите. Всем счастливо. С вами был Алексей, это канал Практик. Люблю всех, до встречи.